Владимир Васильевич, вы шутите или вы правду говорите? Нет, я говорю правду, потому что... Это же абсурдная идея, вы же специалист в военном деле, вы же это понимаете прекрасно. Я вам напомню, Максим, что меня перевели из Узбекистана в Москву, в генеральный штаб, именно за успешное оформление такой же фантазии в Таджикистане. Силой 15-й бригады спецназ было подготовлено соответствующее движение в Таджикистане. Да я прекрасно знаю, что вы делали в Таджикистане. Вот и всё. Но в Таджикистане была другая реальная ситуация, было клановое разделение страны, были кулябцы, кургантюбинцы, бадахшанцы, были группы, которые консолидировались вокруг каких-то там, условно говоря, осколков бывшего советского таджикского народа, правда ведь? По какому-то принципу, я не знаю, по принципу, по крайней мере, землячества, какого-то происхождения территориального. Первичное формирование отрядов шло, конечно, и в Кургантюбе, и в Кулябе, там землячество очень сложное, это понятно. Не будем отвлекаться от моего главного вопроса. Про национальности, про ваши отношения к Кавказам, Средней Азии и так далее. Про Кавказов я сказал, Кавказы это наши российские народы, коренные народы. В отношении Средней Азиатов, да, они не являются. Я, ну, кто скажет что-то плохо, у меня мой батальон в Афганистане, 177-й отдельный отряд 15, на 80% состоял из воинов средней азиатской национальности. Мы же работали в афганской форме, понимаете, поэтому русские были, например, наводчики, командиры и так далее. А подразличие массы были, это был очень бойготовый, сильный батальон. Поэтому, кто называет, кто называет моих солдат? А это кто это? Узбеки, таджики, туркмены, да? Узбеки, таджики, туркмены, вот. Особенно были таджики, потому что для них не нужно было переводить, потому что отряд стоял в Паншире, такое веселое место было в Афганистане. А он таджики, там Ахмад Шахмасуд, мы с ним были даже на связи, потому что было такое даже выражение очень интересное. Дружественное бандформирование. Ахмад Шахмасуд был дружественным бандформированием. Они таджики, и у меня таджики. То есть у меня не требовалось переводчика даже разговора с ними. Хотя работали, конечно, по всему Афганистану. Поэтому у меня отношение, скажем так, я русский, я националист. Националист. Националист это не тот человек, который ненавидит другие нации. Это нацисты, шовинисты. Я националист. Я человек, в переводе, как лингвист скажу, в переводе на русский язык, нужно было переводить национализм, как народолюбие. Я люблю свой русский народ больше всех народов мира. Вместе взятые, могу даже. Но также я такое же право, я признаюсь другим народом. И за татарю. Татарин должен любить свой народ больше, чем другие народы. Как человек любит свою мать больше, чем мать своего друга. Вы же в таджикскую войну прошли, вы понимаете таджикский народ, уважаете его, вы же языком владеете, ну, в общей форме. Я был Бобо Сангак, который потом трагически погибли вместе с Фазалией Саидовым. Безусловно, да я прошел... Да, вы Сангака же знали очень хорошо, это же был важный... Ой, это отдельная тема, не будем, да, вот, как я нашел Сангака в качестве лидера, это мне пришлось этим заниматься, в свое время этим делом, вот, и Фазалией Саидовым, вот. Поэтому отношение к людям других национальностей у меня сугубо, скажем так, утилитарное, можно сказать. Если эти народы относятся, или эти государства относятся хорошо к России и к русским, и под русским сейчас говорю, это все коренные народы России, вот, тогда я к ним отношусь хорошо. Если они пытаются что-то вытащить из меня, я приехал по Москве, но я не знаю, я, может, вернулся куда-то в Среднюю Азию, что ли, я не понял вначале, вот. Я, конечно, ерничаю, я понимаю, где я нахожусь, но так нельзя, нельзя так делать из Москвы вот такой город, Вавилон какой-то, понимаете. Поэтому здесь, конечно же, когда гости перестают чувствовать себя гостями, а начинают себя чувствовать хозяевами, меня это возмущает. А вот вас тут спрашивают, может, советская нация? Нет, не советская, не советская. Хотя я, говорю еще раз, считаю себя русским советским офицером, да, я предавал присягу Советскому Союзу, и не скажу, что я ее, это отдельная тема, точнее, присяги, вот. Она не советская, потому что в советскойсти лишит политическая структура, понимаете. Основа, основанием классификации, говоря по формальной логике, является все-таки что? Политическая, вот, основа. А русская является национальностью. Мы, русские, создали Россию, вот. Безусловно, мы создали ее, потом уже в нее вклились и татары, и все остальные сибирские народы, вот. Но государство, образующим народом России, является русский народ. Поэтому мое отношение к другим народам внутри России, ну, как к нашим, скажем так, братьям, можно сказать, независимо даже от вероставедания. Потому что даже, меня в жизни в Афгане спасся Ренат, Ренат Татарин, на своей шилке раздолбал там все, что можно было. Ну, то есть вы понимаете, дорогие народы, вот вы понимаете, как чувствует, как видит мир мусульманин, например. Ну, я пришлось, я скажу вам в этом смысле, с мусульманами у меня сложились самые хорошие отношения и в армии, и на воле, и даже на зоне, понимаете. Потому что, если человек верующий, действительно, не радикал, который меня один тут пытался доказать, что кроме ислама ничего не нужно читать, кроме Корана. Я говорю, ну, тогда позвони по телефону, как нельзя. В общем, не хочу сейчас уходить в эти мелочи. Есть радикалы, которые просто такие же тупые есть и в других религиях, понимаете. Поэтому с мусульманами, вздравыми, ну, рассудителями, мне пришлось почти три года просидеть в Лефортово именно с исламскими радикалами. Потому что я же террористом, у меня был 279-й, это статья террористическая, и они террористы. И нас очень часто, чтобы, как, простите за слово, для веселухи нас сажали в одни камеры. Вот так вот. Владимир Васильевич, мы заканчиваем, у нас эфир наш заканчивается. Еще минута, одна минута. Я бы так, чтобы сформулировать, Владимир Васильевич, на прощание, как бы сказали про Бога, Владимир Васильевич.